Привет, ребята! Новый день, новый влог, и вы, наверное, в шоке. Что это за шарики такие? У меня же еще не 25. Еще же есть сколько-то там уже дней, я уже не считаю... Ну, считаю, конечно, так, приблизительно. Все не 23. Сколько-то дней до моего дыре мне исполнится целых 5 лет. 25, точнее, если быть. В общем, я такая крыса. Сняла вам нифига вчера. Вчера у меня была фотосессия как раз к дню рождения. Но я решила не снимать влог, потому что мне не хотелось полить идею, образы, задумку. Ну, в общем, я подумала, что будет прикольнее уже выставить фото. Ну, типа, блин, должен же быть хоть какой-то где-то эксклюзив. Какие новости? Что рассказать? Сегодня надо нам готовить суп куриный. Опять сейчас кто-то начнется. Опять глубокий быт, глубокий быт. Ну, в общем, это позже. Позже. Просто вчера я была в магазине, купила курочку и хочу суп куриный. И я, на самом деле, от того, что так стали мы часто супчики есть, еще что-то, прям как-то... Даже чувствую легкость какую-то, если честно. И думаю, блин, а прикольно. Не зря мне мой дедушка... Ну, конечно, всегда все родители, да, говорят. Ну, и дедушка тоже мне всегда говорил, что супчик обязательно надо есть. Супчик, супчик, супчик. Вот. Ну, я всегда как-то так, типа, вообще могу годами без супчика. Ну, в общем, а сейчас, думаю, так, блин, прикольно, когда супчик поешь. И прям самой вкусно, с хлебушком, прям класс. Тем более, что у Славы до сих пор стоят временные зубы. Вот. И ему нужно тоже что-то мягкое, что-то такое, что можно... Хоп! И проглотила. В общем, не твердая пища, понятное дело. Так, ребят, из-за того, что у меня скоро день рождения, да и Новый год к тому же, у меня все спрашивают, что же мне подарить на празднике, что я хочу и так далее. И каждый год я отвечаю одно и то же, то, что я не знаю. И на самом деле это большая ошибка, ведь как человек узнает, о чем я мечтаю? Не один раз было такое, что дарили то, чем я в итоге не пользовалась, либо вовсе не пригодилась. Поэтому мне показалась классной идеей создавать виш-лист. И я постоянно думаю о том, что было бы неплохо иметь такой список подарков. Поэтому я прямо сейчас его начну заполнять. Конечно, можно заполнить в телефоне, но я по старинке напишу, чтобы точно материализовалось. Ну, например, я думаю, что неплохим подарком может стать соковыжималка, потому что я люблю соки, фреши. Следующее, что тоже было бы неплохо, ну не то, что прям необходимое в жизни, да, самое первое, но было бы прикольно, это новые сережки. Не знаю, почему, даже если честно, я хочу точно такие же, как у меня, только, может, побольше, покруче. Ну, в общем, запишем сережки. Некоторые даже с картинками составляют эти виш-листы, и мне кажется, это очень даже тоже неплохая идея. Ну, и допустим, то, о чем я, наверное, вообще каждый день мечтаю, это абонемент на массаж. Я думаю, что каждый хочет получать нужные подарки. И вот, например, Билайн на стороне своих клиентов и дарит всем абонентам тарифа АП возможность самому выбирать свой подарок в обмен на 100 бонусных сот. Все просто, переходите в приложение, забирайте 100 сот и обменивайте их на суперспособности нужного вам апера. Вот я выбрала себе Юнга. Он дает неограниченный трафик в YouTube и TikTok. А в качестве подарка я получила еще плюс 15 гигабайт интернета к пакету. То, что нужно. Такие дела, но помимо бытовухи, вот такой вот всей глубокой бытовухи пахнет котлетами от меня, у нас сегодня будет какая-то активность. Сейчас уже, блин, полтретьего. А на самом деле за сегодня уже миллиард дел успели сделать. Слава съездил в Smile Studio. Ему там заново новые эти зубы сделали, временные. В общем, чуть-чуть перенесли на попозже установку винир. Славе сегодня сделали новые временные, покрепче, прям помощнее. Я тоже сегодня ездила к врачу. И, кстати, я видела под предыдущим, по-моему, влогом или в Телеграме... Сейчас чихну. Комментарий о том, что, типа, почему Юля не ходит в бесплатную больницу. Она же, типа, в Москве, у нее есть полис наверняка, туда-сюда. Типа, точно так же с таким же успехом можно сходить в бесплатную больницу. Что такое? Хожу в бесплатную больницу, конечно, типа, я пользуюсь всеми благами, которыми могу. Ну, стараюсь, по крайней мере. Я ходила, сдавала там всякие анализы, к терапевту ходила. Ну, потому что просто, в принципе, это, ну, мне кажется, неплохо так. Достаточно проверять свое здоровье, учитывая, что у меня еще недавно какие-то либо узлы. Ну, в общем, и так далее. Ходила сегодня тоже к врачу. Сказали, что все со мной в порядке, жива, здорова, иммунитет. Вот, во! Еще там есть мой любимый врач, к которому я тоже вот люблю прийти. Она всегда меня очень рада видеть. Еще заезжала в магазин, купила конфетки. Поздравить с наступающим Новым Годом. Коробку конфет. Причем так вышло, что мы с мамой встретились в магазине на районе. И я ей написала, что, типа, ну, я просто уже опаздывала. Ну, как не опаздывала, у меня в 11 был врач. И я еще хотела успеть заехать, как раз купить конфетки. А мама уже была в этом магазине. И я ей, короче, такая, ну, говорю то, что иди возьми конфетки и сосиску в тесте у нее возьми. Я просто зайду в магазин и, типа, ну, дальше поеду, короче. А ты просто уже это все соберешь в духе. В итоге я захожу в магазин и встречаю ее в отделе конфет. И она, знаете, что стоит, выбирает? Смотрит на конфеты каркунов. На те же самые, которые у меня на балконе. Я совсем про них забыла, что они, оказывается, у меня есть. Я бы реально могла и их взять. Я их ем. Даже сегодня съела две штучки вкусные. Не две коробки, в смысле, а просто две конфетки. Вот. И мама стоит, выбирает эти каркунов. А я ей говорю, нет, не каркунов. Знаете почему? Потому что, когда я рассказала эту историю о том, что всем учителям всю жизнь мы всегда дарили каркунов, какая-то девочка написала, что учителя ненавидят эти конфеты, потому что всегда все дарят им именно эти конфеты каркунов. И дети учителей тоже ненавидят эти конфеты, потому что учителя домой в итоге приносят только эти конфеты каркунов. Ну, короче, это такой угар, если честно. Я в итоге другие конфеты взяла. Ну, даже не я, а мама предложила другие. Там такая коробка, в которой Феррера Шея, Рафаэлла, еще какие-то. Вот такие вот конфетки взяла. Вот. Так что, в общем, миллиард дел уже сегодня успели сделать. Потом я приехала на Краснос, посмотрела дом Собчак. Ну, не до конца, правда. У меня там столько рекламы, конечно, вообще кошмар. Очень интересно. Нам же тоже скоро делать ремонт предстоит. Завтра у нас будет замер квартиры. Так что завтра в 11 часов приедет замерщик. Все это дело, оказалось, стоит 6 тысяч рублей. Делюсь с вами уже растратами на будущий ремонт. 6 тысяч рублей обойдется замер нашей квартиры. 89 квадратов. Ну, я не знаю, если честно, дорого это дешево. Напишите в комментариях. Но посмотрим, какой замер там получится, как будет выглядеть этот план и так далее. В любом случае, это необходимый важный элемент в плане ремонта, там, для дизайнера, для планировки. Потому что тут должно быть все четко, по полочкам и без каких-то ошибок. Потому что малейшая какая-то ошибка на замере, она потом сыграет такую злую шутку уже во время ремонта. Или когда ты уже там заезжаешь и понимаешь, что у тебя вообще все, ну, там, где-то что-то не со стыковки. Поэтому это дело, на которое действительно, ну, надо раскошелиться, потратить денежку. Ну, 6 тысяч меня не пугают, учитывая, что я, в принципе, готовлюсь к тому, что мы потратим много миллионов на ремонт. Хотя я всегда говорила, что я не фанат вот этого делать все самое дорогое, богатое. Я такой не люблю, потому что ремонт, он любой со временем износится. Любой дорогой диван со временем не будет выглядеть как в день покупки. Не важно, сколько он стоит. И когда мы будем делать ремонт, я тоже буду руководствоваться какими-то такими моментами, что есть то, на чем можно сэкономить реально. Хотя вот я смотрела, Собчак говорит, на свете я в доме не экономила. Там у него какие-то люстры сумасшедшие, типа вообще какие-то там крутые, дизайнерские, дизайнерские. У меня нету такого, мне как раз-таки наоборот кажется, что вот эти вот все светильники декоративные, я говорю про декоративные, которые, по сути, ну, света не особо дают. Они чисто больше для уюта какого-то, для атмосферки. Я считаю, что на них вообще легко можно сэкономить. Но об этом у нас будет весь следующий год, потому что мы будем делать ремонт. Это уже просто, ну, решено, это уже все. Я не знаю, блин, что должно произойти, чтобы мы решили, что нет, опять не будем делать, надо реально делать без вариантов. Это, конечно, будет интересно. В общем, да, есть моменты, на которых можно сэкономить, а есть то, на чем, ну, типа, экономить реально нельзя. Например, пол. Нужно обязательно сделать хороший пол. Я не знаю, что у нас будет в итоге. Ну, наверное, где-то плитка, понятное дело. Хотя, не знаю, сейчас сделают микроцемент какой-то тоже стильный, ну, понятно, не везде. В общем, в любом случае с дизайнером тоже будем обсуждать. Кстати, дизайнер у нас будет тот же, что делал дизайн-проект Лиззи Шатиловой. Девушка Лиля, мы с ней уже на связи. Вот как раз она будет нам делать проект. Я, если честно, всю голову сломала, долго думала, выбирала, ко всем обращалась. В общем, у кого-то там такие, конечно, цены за дизайн-проекты, что ты такой думаешь, так, ну, это типа 3-4 телевизора плазменных, там, стол на кухню, может быть, сама кухня. И такой думаешь, да, ну, как бы такое. И я нашла Лилю, потому что я, в принципе, знаю, ну, Лизу Шатилу, я на нее подписана. Я видела, что у нее ремонт был, что у нее дизайнерский ремонт. Мне, в принципе, нравится ее квартира, то, что получилось. Понятно, что на вкус и цвет товарища нет, что-то я бы, конечно, ну, как по своему вкусу сделала по-другому. Но, в целом, мне нравится то, что получилось, и работы Лили, нашего дизайнера, тоже мне понравились. Хотя там не было, скажем так, таких цветовых решений, которые бы мне были близки. Но, смотря на картинки, на визуализацию, на все вот эти вот расписные штучки, как что там выглядит, план и так далее, я поняла, что нам это подходит, что это, ну, действительно, очень качественная работа человека, ну, который в этом разбирается, профессионала. Плюс ко всему она архитектора, а это то, что нам надо. Нам нужен архитектор, который сделает классную планировку, чтобы все было с умом, чтобы все было просто гениально продумано до мелочей. И, в общем, я, конечно, долго думала, честно, ну, наверное, месяц я искала, прям реально тратила на это время. Каждый вечер точно я тратила на это. У меня было несколько созвонов с дизайнерами, переписок долгих, просматривание работ, изучение там того всего пятого-десятого. И в итоге остановились на вот как раз Лиле. Так что мы с ней еще ни разу не виделись, не созванивались, переписывались только. Самое интересное, что недавно у Лизы Шатиловой, знаете, это как будто какая-то рекламная такая интеграция, но недавно у Лизы Шатиловой еще как раз прям вот просто, я не знаю, как будто бы я все делаю правильно, это правильный выбор. У Лизы Шатиловой вышло видео про ее ремонт. Она уже год живет в квартире, в которой делался вот этот дизайнерский ремонт под присмотром как раз Лиле. Она же дизайнер, она же за всем следит, ну смотрит, чтобы все было супер. Это именно наш вариант, мне обязательно нужен человек, который будет следить. Потому что, знаете, вот эти вот авторские надзоры, понятно, чтобы все, что на картинке, вышло в итоге, ну как и в реальности получилось то же самое. Это дорогого стоит и в прямом, и в переносном смысле. Поэтому, конечно, хочется, чтобы визуализация была, ну, сделана в реале точно так же, как на картинках. Перенести все в реальность, в жизнь, так сказать. Поэтому мне прям так повезло, и у Лизы вышло видео, там, на час, я его смотрела, вот как раз позавчера, по-моему, вышло видео про ее квартиру. Они ходят с Лилей по квартире, все нюансы рассказывают, моменты. Я тоже для себя подчеркнула какие-то, там, детали, еще что-то, что мне тоже нравится. И еще раз убедилась в том, что я не ошиблась, что правильный выбор. Еще, конечно, мы не начали работу над проектом, да, дизайн-проектом, планировка, конечно, рано что-то говорить. В любом случае, это, там, волнительный такой процесс, кропотливый, который займет месяца два, два с половиной. Ну, опять же таки, зависит от того, как быстро я буду, там, что-то согласовывать, мне будет что-то нравится, не нравится, правки и так далее. Вот, но, в общем, посмотрим, мне безумно интересно, скорее уже узнать, что там за визуализацией у нас получается, какие планировки и так далее по цветам. Короче, на самом деле, я вот что поняла, еще из видео Лизы тоже шатиловой, что работа с дизайнером, это не просто, типа, здравствуйте, нарисуйте нам картинки, как у нас будет дома и так далее. Нужно, чтобы реально вот был какой-то коннект, чтобы было понимание, чтобы была какая-то связь такая прям, не знаю, просто нейросети какие-то, чтобы все это работало. Короче, вы поняли, просто взаимопонимание вот это и чувство, какое-то одинаковое чувство того, что да, это то, что нужно. Потому что, ну, бывает так, что дизайнеру нравится, он считает, что он гений, классно придумал, а клиент такой, фу, мне это не нравится. И, конечно, хочется, чтобы все сложилось вот как пазл, как вот я смотрела у Лизы, да, с Лилией, все сложилось как пазл, то, что она нашла вот именно своего дизайнера. И мне, конечно, тоже хочется таких отношений с дизайнером, чтобы у нас тоже просто совпало все как пазл. Ну, будем смотреть, будем работать. Так что буду держать вас в курсе обязательно, мне кажется, это безумно интересно. Мне кажется, что квартиру нашу знают уже все поперек, вдоль и поперек, как она там выглядит, какие там габариты, объемы, закутки, уголки. Вот, даже ни один человек у меня в комментариях, в телеграме придумывал свои какие-то решения, там, планировочные, еще что-то, за что вам тоже большое спасибо за такую проявленную активность, желание помочь. Была девочка одна, которая тоже архитектор, и она сделала классную планировку, которая прям понравилась. Я подумала, вау, ну ничего себе, я до такого никогда не додумалась. Вот, и мы ее тоже как бы сохраним, тоже будем рассматривать как вариант. А я даже ей написала такое благодарственное сообщение, что спасибо тебе большое, и репостнула ее даже в телеграм, чтобы подписчики увидели, может быть, обратились к ней, если вдруг кому-то, ну, понравится, как она придумала. Ну, как бы увидят, что она тоже хорошо это все умеет делать. Но в любом случае, конечно, я буду ждать предложения от нашего дизайнера по планировке, тем более, что она тоже архитектор, и я уверена, еще посмотрев видео Лизы Шатиловой, что она сможет придумать что-то прям очень классное. Потому что мне понравилось то, какие решения они принимали в квартире Лизы. Так что интересно, интересный год нас ждет, это 100%. Так что, ладно, мы будем собираться, поедем. У нас сегодня поездка на ВДНХ, вот так вот. Хочется поскорее уже выходить, пока не потемнело, но мы там планируем не по улице гулять, а в одно интересное космическое местечко. С вами заскочим, заодно перестанете говорить, что я сижу постоянно дома, и только суп какой-нибудь варю с фрикадельками и котлетками пахну. Так что погнали. Так, ну что ж, ребята, надеюсь, вам меня хорошо слышно. Мы приехали на ВДНХ. Мы проехали, стояли в пробке на заезд. Хотя все равно тут такой парковки повсюду нету, в любом случае нужно ножками своими ходить. Вот. И мы сейчас пойдем смотреть, можно сказать, мир будущего. Тут невероятно красивый купол, и свет включили. Вот, смотрите, как красиво. Как интересно, что там, как там. В общем, нам куда-то, вот туда, мне кажется, где вот эти статуи стоят. В любом случае, сейчас разберемся. О, там парк аттракционов, VR-т. Как интересно. Может, нам сюда, кстати, в это здание. Потому что я что-то слышала про парк аттракционов. Блин, на самом деле, на ВДНХ обалденно. Здесь, конечно, бывает жутко редко, но как-то раз, много лет назад, и с Дашей Булавиной была фотосессия здесь с дельфинами. Представляете, мы плавали с дельфинами. Даша Булавина нас фоткала. Это было просто незабываемые впечатления, ощущения. И фотки у меня с той фотосессии просто обалденные. Что-то мне надо их как-то архивировать, найти, вообще распечатать. Что-то я про них совсем забыла. И с лошадьми тоже у меня нереально классные фотки. Тут еще есть всякие тоже космические движушки. На ВДНХ много всего. Так, сокровища, ешки. Смотри, выставка сокровищ. Тут анхамона. Я бы тоже сходила, блин, нормально. Так, ну нам надо разобраться, куда нам все-таки заходить. Наверное, сюда, да? Вот, океанариум, понятное дело, тоже здесь есть. Ну, как раз там, где мы и плавали с дельфинами. Не, здесь обалденно. Каток, слушай, да ешки-матрешки. Сюда надо приезжать в январе на праздниках. И классно проводить время. Вот, ну еще тут много красивых, прикольных местечек. Смотри, какое кольцо обозрения здорово. Да, ну кольцо обозрения меня не так впечатляет. Когда же вот это здание, например. Космос. Нам сюда, ты можешь посмотреть, куда? Мне надо ушки достать. Не хочу шапками, надоело ходить. А так не очень холодно, ну, не тепло, короче. В общем, мы зашли не туда. Нам нужно в это же здание, только с другой стороны все, короче, обойти. Все заново, все, отматываем назад. Да, коротко о том, что у нас просто глобальное потепление. В общем, как вы знаете, у нас выпало просто огромное количество снега, какое-то сумасшествие. И я вам об этом рассказывала еще в тот день, когда мы ездили в Подмосковье на склад, участвовали в акции «Корзина доброты». Ну, вы смотрели видео. Если нет, то обязательно посмотрите. В общем, в тот день был просто трэш. И, по-моему, на следующий тоже. А сейчас весь этот трэш взял и решил таять. И сейчас все в воде. Лужи такие. Вот мы даже на машине ехали. Там есть такие низменные местечки. А вот мы и пришли. Низменные такие местечки, в которых вообще можно утонуть. Ребят, мы уже зашли внутрь, и здесь можно купить космическую еду. Мы со Славой уже как-то однажды ели. Помнишь? Угу. Время первых фильм выходил от «Базилевса». Нам подарили наборы такие с борщом. Мы даже видео снимали, как мы все это пробуем. Смотрите, я на упаковках космической еды. Вообще пахнет, как настоящий борщ. Угу. Честно, я боялась пробовать что-либо из этих тюбиков. Просто я не знаю. Я не рождена для космоса и для тюбиков. Ну-ка, дай попробуй. Компот как компот. Ну да. Нормально. Реально каша. Может тебе картошка понравится с курицей? Ну, конечно, интересно. Но не то, чтобы прям поужинать. Поэтому это так чисто поиграться, ребенку дать, наверное, прикольно. Ну и самому один раз попробовать. Ну, не то, чтобы. Я просто сейчас понимаю, что я, оказывается, блин, проголодалась. Я Слава говорю, слушай, купи мне космическое еду, жрать так охота. Но в итоге я решила, что я подожду до ресторана. Мне сегодня прям очень хочется попасть в ресторан. Прям горю желанием. Вот. А нас сейчас встретит экскурсовод. Все нам расскажет, покажет. Ой, ребята, тут такие интерактивы. Просто закачаешься. Закачаешься. Ну, я, конечно, вам уже конец сняла. Точнее, Слава. Слава вам уже концовку показал. Ну, что я там на последнем месте. Так, мы тут снимали видео. Я, конечно, мужа своего запрягла, как обычно. Короче, самый главный мой помощник, мой компаньон, человек, без которого я вообще как без рук. Ну, правда. Иногда даже как без ног. Здесь такое место, где смотрят смешариков. Просто дети отдыхают, расслабляются. Ну, и не только дети. Например, сюда могут зайти взрослые и посидеть, не знаю, в том же самом телефоне, пока их маленький киндер бегает там по всем этим активностям, которые находятся вон в том зале. Ну, в принципе, прикольно. Надо предложить маме, чтобы они сюда приехали как-нибудь с Сашей. Конечно, для меня, как для взрослой уже практически итиоти, тут не особо много такого, что я такая, вау, что это такое. Но все равно атмосфера достаточно прикольная. И я думаю, что были бы у нас там со Славой уже дети, которым будет это все понятно, да, то, мне кажется, мы бы с удовольствием ходили как можно чаще по таким местам. Но на самом деле, как там будет, уже покажет жизнь. Нас тут узнали, подарки подарили. Ну, короче, красотища, так приятно, спасибо. Слава тут создает свои комиксы. Ну что ж, ребят, мы закончили здесь путешествовать. Думали пойти, может, найти какую-то кафешку, но что-то пошел дождь. В общем, уже потемнело, похолодело. Вот, так что до дома нам показывают ехать 45 минут, но мы решили заехать. Вау, вкусная дочка. Но, блин, на самом деле я больше всего хочу доехать до Чайханы. Есть там свои любимые бифстроганов с пюре. Они отличаются от того, что делает моя мама. Тоже очень вкусно. И моя мама, разумеется, делает тоже безумно вкусно. И вообще, я хочу ходить по ресторанам. Реально. Хочу ходить по ресторанам. И сейчас для кого-то звучит странно. Типа, что ты же хочешь только на, это, у плиты стоять. Ты же это самая. Но, на самом деле, я и по ресторанам тоже хочу ходить. Но так выходит, что приготовить что-то дома, это намного быстрее, чем ходить по ресторанам. Потому что пока ты доедешь до ресторана, пока тебя там приготовят, ты уже с голоду пять раз помрешь. Учитывая, что сейчас пробки, ну, просто отрасли. Ну, блин, я об этом в каждом видео, конечно же, говорю. Я просто сонная лощина. Сейчас 8 часов вечера сонная лощина. Мы приехали домой, устали, вымытались, пробки вымытались, просто колебались. Потом пошел дождь, но я рассказывала. Нервяк, просто нервотрепка. Но зато мы поели во вкусной точках. И это хорошо, потому что мы были такие голодные. Нам было так вкусно, когда мы ели, что я до сих пор пью сок апельсиновый. Кстати, у них стаканчик теперь без всего. Интересно, они будут здесь делать логотип? Я смонтировала одну интеграцию, потом смонтировала видео вертикальное, которое сегодня как раз мы снимали, то, куда мы ездили. Я его в ВКонтакте буду выставлять. Мне хочется очень смыть макияж, лежать и просто заниматься фотками. Но я понимаю, что у меня еще монтаж видосов впереди. Конечно, я тут много жалуюсь, типа, сколько у меня дел. Вот, посмотрите, типа, сколько у меня дел. Но на самом деле, правда, реально, даже написала пост в телегу, что вымыталась, устала. Ну что, смотрите, какая красота. Мне в Телеграм девочка, а подписчица, скинула, что она вдохновилась и сделала салат мимозу. Гляньте, какая прелесть. Я уже салат мимозу не знаю, сколько, кстати, не ела. Вообще все не до этого было. И что вам могу сказать, на Новый год я точно буду есть салат мимозу. Именно буду есть, потому что салат мимозу у нас на Новый год обычно всегда. Но из-за того, что я его за год успеваю поесть, на Новый год я его не ем на новогоднем столе, потому что там есть язык отварной говяжи, который я обожаю, как моя мама делает. И вообще просто, в принципе, язык говяжи отварной я просто обожаю. Вот. Еще куча всего всякого вкусного, классного. Просто первое, что я вспомнила, сейчас язык говяжий. Вот. Хотя кто-то вообще не может, не переносит это блюдо, но мне нравится реально. Прям с винишком вообще самое то. Ну, без всякого там, без хрена и так далее. Просто язык. Вивьена тоже обожает этот язык. Так что я давно не ела салат мимозы, поэтому на Новый год прям точно буду есть. Вот. И я еще в сторис недавно рассказывала о том, как мне приятно, что очень часто сейчас, теперь, когда я встречаю кого-то из подписчиков, ну, где-либо там, в торговом центре, в магазине, на улице, неважно, мне говорят не то, что типа, ой, просто я вас смотрю, я вас знаю, хотя так тоже часто, но сейчас намного чаще стали говорить то, что, ой, я готовила там котлеты по вашему рецепту, или делала там мясо по рецепту вашей мамы, еще что-то пишут, часто присылают, в сторис отмечают, это так приятно, реально просто капец. Просто приятно бывает, когда то, что тебя смотрят, там вот я тоже в сторис сейчас получаю, люди отмечают, что они что-то делают, там подарочки упаковывают, смотрят видео мое. Конечно, это приятно, безумно приятно, но вот то, что в плане готовки, это прям ты сразу же видишь, что человек вдохновился делать, ну, блюдо какое-то, потому что понятно, что я людей также вдохновляю, например, на уборку очень часто, даже не потому, что я видео убираюсь, а потому что, видимо, под мои видео как-то классно убираться. Да что уж говорить, я сама люблю убираться тоже под какие-то видео, интервью, потому что убираешься, слушаешь так, как бы вроде что-то прикольненькое делаешь, ну, типа, слушаешь что-то интересненькое и при этом полезное, поэтому я сама тоже такое люблю, тем более мои влоги бывают часто чисто разговорные, и одним глазком посмотрел, понял, где я нахожусь, ну и все, понятно, типа, дальше просто слушаем. Меня это ни разу не расстраивает, потому что я прекрасно понимаю, что иногда мои видео реально, ну, больше просто разговорные, а иногда хочется именно смотреть внимательно, понятно, зависит от видео, что там за видео. О, так что приятно, конечно, это здорово, так что хочется все успевать, не хочется вот это вот, знаете, прыгать выше головы, типа, быть супер продуктивной, но по-другому никак, просто приходится быть супер продуктивной, потому что иначе, иначе все, что-то там не успеется, что-то пойдет по одному месту, а не хочется этого. А еще, ребята, знаете, что я сотворила? Взяла и купила сама себе цветы. Кто-то подумает, типа, ой, какой у тебя муж плохой, что не может цветы подарить? На самом деле я их покупала для фотосессии, для съемки. И, конечно же, мой муж мне дарит цветы, и без повода дарит, и по поводу дарит. А вообще очень интересно, какие у вас любимые цветы. Я не знаю, какие мои любимые, мне просто нравятся розы, например, пионы мне нравятся. Красивые тоже, а так? Ну, гортензия, моя любимая дачная гортензия. Но мне она не нравится, типа, в букете, мне она нравится именно как вот, ну, на участке стоит гортензия. Не будем мы с вами страдать хераборей. Мы с вами будем готовить супс. Перед тем, как мы вышли из дома, я мыла наше мусорное ведро, потому что там что-то протекло. Даже уже не знаю, что. Можно поставить стирку стирать. Я тогда буду молодцом. Потому что таким образом можно будет за сегодня делать две стирки. Я, конечно, жутко устала. Сейчас всего 8 часов вечера, ну, типа, казалось бы. И обычно в это время, типа, так, чё, движуха, может, рванём куда, в торговый центр. Но из-за того, что я сейчас рано встаю, почти каждый день куча дел. И, ну, я не жалуюсь, просто рассказываю. То из-за этого, конечно, у меня уже в такое время я уже чувствую, что как будто уже 5 утра и уже надо спать. Я купила такую курочку. Это не суповая. Хотя, не знаю, выглядит норм. Но не написано, что суповая. Просто куры охлаждённые. Хорошая курочка. У меня режим на камере. Я не понимаю, лучше, хуже. Ну, всё, ладно. Берём нашу большую кастрюлю. Блин, такая большая курёшка. Наверное, мне придётся её как-то разделать. Она такая прям мощная, блин. Я, на самом деле, такую здоровую не хотела. Но других не было. Я хотела самую обыкновенную. С другой стороны, отварная курочка. Её не только суп классный. Ещё можно потом рис сделать. И вообще улёт будет. Ну, такая курочка, мне кажется, самое оно для духовки. Посмотрите, какая она. Такая большая прям. Вроде ничем этим синтетическим не накачанная. Ну, конечно, большая кастрюля. Ну, блин. Короче, мне всё равно придётся эту курицу есть. Благо, у меня есть отличные такие острые убийцы на жесикатере. Специально для вот такой хитрой курочки. Которая решила не поместиться и быть мне неудобной. Короче, эта курица какая-то гигантская. На самом деле, я вам так скажу, мне сейчас и готовить лень, и вообще не до этого. Ну, вот сейчас реально хочется просто лежать и ничего не делать. Но я понимаю, что если я что-то не приготовлю... Ну, конечно, можно заказать еду доставку. Я не знаю, почему я об этом, кстати, не подумала. Что просто в один день заказать 4 борща, и всё. Ну, например. Нам понадобится морковь. Вот я не знаю, сколько морковь. Большую взять, маленькую. Полью большую. У нас же большая тарелка в этот раз. Вообще, куриный суп, бульон, это, мне кажется, ну, конечно, очень просто. Но прикол в том, что ты, по сути, сам автор своего блюда. Ты можешь туда что хочешь накидать. Хочешь картошку, хочешь не картошку. Прям прикольно получается. Кто-то мне написал, что, когда я делала суп из фрикаделек... Кстати, мне сюда, наверное, не фрикаделек или не кинулить. Тут же курица уже будет, наверное, перебор. Кто-то мне написал, что зелень нужно в самом конце бросать, потому что из-за зелени может что-то там стухнуть. Ну, быстрее как-то он забродит, не знаю, супчик, в общем. Поэтому лучше зелень уже тогда, когда... Ну, в тарелку положить тогда, когда вы уже подаете тарелку к столу. Вот так вот мне написали. Ну, интересно, но мы съели этот суп, блин, за два дня. Я думаю, что вообще... Не думаю, я уверена, что эта зелень, она даже не успела понять вообще, где она находится и почему она не в сухом состоянии. У меня просто вода хочет буквально вылиться за края. У меня тут просто все на грани, ребят. Водичка так и хочет, как будто бы выйти за края. Ну, блин, вообще мне мама говорила, что курицу должно закрывать три пальца воды. Вы тут видите три пальца, если вот ее локоть торчит. Конечно, кошмар. Ну, блин, наверное, мне надо было просто одну часть курицы засунуть. Я решила две. Я думаю, ну куда, ну куда мне вторую девать? Пусть тоже сварится. Окей, мы суп там весь не съедим, именно как бульон, да, например. Но мы курицу еще съедим на ужин. У нас все, у нас безотходное. Что будем ее снимать? Каким-то интересным, удобным способом, как оказалось. Ребята, новый день, который уже заканчивается. Решила с вами попрощаться без макияжа. Но на самом деле я даже для себя в какой-то степени записываю, как выглядит моя кожа, потому что у меня недавно был какой-то лютый, и просто жесть, какой всплеск. Вот здесь все, и вот здесь, ну, видите, вот следы остались. Был просто треш. Тут у меня вообще какая-то аллергическая фигня. Диатез скачал. Тут тоже был. Короче, у меня просто вообще было такое. Я в каком-то просто небытие находилась. И я несколько дней прям жестко, активно от прыщей этих пользовалась вот этим кремом от Пиши. Я рассказывала. Но поскольку сейчас у меня больше следы, и у меня очень сухая кожа, просто, просто жесть. Поэтому я сейчас пользуюсь вот этой сывороткой. Я их, ну, короче, чередую. Мне так нравится. Наношу на все лицо, обязательно на шею, все, просто брови под глаза. Короче, я реально просто хочу в ней купаться. Потом на руки. У меня просто это процедурно. Кстати, я вообще не жалуюсь, потому что я думала, что у меня, ну, будет намного хуже картина. Я в каком-то там блоге недавнем говорила, что это просто трындец, трэш. И то, что моя кожа просто решила прикольнуться надо мной. А вот сейчас, кстати, вот эта херня вскочила, я ее даже не видела сегодня. Короче, моя надежда на то, что моя кожа будет выглядеть плюс-минус ничего. В Новый год, день рождения была... А у тебя резинка, она же была. Впрочем, эта надежда была куда-то потеряна. Но потом у меня в какой-то момент все начало нормализоваться. Я думаю, так, нормально. Ну, типа, реально жесткие воспаления начали проходить быстренько. Прям хорошо. Не знаю, может, это какой-то стресс был, потому что... Я даже не знаю, что предположить. Ну, типа, вроде ничего такого не делала. Все нормально. Даже кровь там анализы, да, все хорошо. Ну, типа, вообще никаких... Ну, не знаю, может, такое бывает. Потом после сыворотки я использую крем. Просто, я не знаю, который делается... Ну, что-то невероятное. Возрещает меня в младенчество. В утробу матери, можно так сказать. Я вам рассказывала, что я очень люблю вот этот крем от La Mer. Показывала. Там, конечно, кто-то осудил, что я купила себе такой дорогой крем. Его я, кстати, тоже не жалею. Прям хочу, я хочу в нем купать. С другой стороны, я думаю, типа, блин, пока я молодая, красивый. Ну, блин, буду ухаживать за собой. Чего это самое? Возможности есть, в конце концов. Ну, а потом, когда мне мазаться этими кремами? Типа, в 70 лет? Когда уже мне эти крема не помогут? Хотя он вроде как не от морщин каких-то начальных. Ну, просто он очень увлажняет кожу. Вот здесь у меня был какой-то жуткий диатез. Я даже не знаю, блин. Ну, короче, просто... Ну, организм, видимо, немножко подустал под конец года. И вот этот жесткий диатез, ну, видно даже, то, что здесь покраснение. Оно прям было, вот знаете, корочкой. То есть я тоналкой еще намажу, и была просто лютая какая-то корка. Я думаю, что ж такое? Вот, а сейчас прям кожа такая напитана. И этот крем, мамочки, мог потом остатки на руки. На руки, конечно, не хватает. Думаю, ладно, на руки жалко такой дорогой. Хотя руки тоже очень важная часть, ну, женского, да, тела, да и вообще, в принципе, который выдает возраст. Вот, и очень часто по рукам женщины можно тоже определить. И вообще, сколько она туалета в своей жизни помыла, грубо говоря, там, в холодной воде просто даже руки держала. Поэтому никогда в холодной воде руки не держите. Они вообще, в принципе, если в холодной воде их держать, там, мыть посуду, еще что-то, то там к старости, не знаю, к каким годам, ну, просто ваши пальцы, фаланги пошлют вас куда подальше. Просто средний палец вам покажут, ну, это ужас, короче. И мама Славы тоже мне неоднократно говорила, как-то я на даче что-то после какого-то праздника, там, посудомойку всю забили. Я думаю, так, ну, ладно, короче, все помоем, типа, все пойдем спать и кайфовать. А я, короче, решила, ну, посуду помыть. Вообще, в принципе, не знаю, мне как-то вообще не взападло помыть посуду на даче. Хотя в Москве, в общем-то, всегда впало, я думаю, так. Так, короче, и что-то я мыла посуду, видимо, вода была такой прохладной. И Марина, мама Славы, короче, что-то она тоже хотела сполоснуть. Я не помню, короче, она спалила то, что, ну, вода у меня достаточно холодная была. Она меня наругала, можно сказать, типа, ты что? Ну, не так, конечно, а просто, типа, никогда, никогда не мой ничего под холодной водой. Потом будут пальцы болеть, там, еще что-то в старости. Я такая, типа, блин, я вроде, ну, как бы не дурость совсем уже. Так сказала, как будто дурость все-таки. Ну, может быть, для кого-то, но не суть. В общем, я такая думаю, блин, да я вроде знаю, что, типа, нельзя в холодной, но почему-то все равно, знаете, иногда забиваю. Думаю, ай, ладно, ждать пока это, знаете. Просто иногда такое бывает, на горячую, типа, поставил, а она немножко дольше доходит до того, чтобы вода стала горячей. Даже в Москве так бывает, у нас даже бывает. Я думаю, что дело не в смесителе, просто, ну, вот, бывает так. Что-то, ну, на горячую поставилось, и не сразу кипяток пошел, да. Она еще холодная, холодная, и все что-то, ну, короче. Вот, и да, а на кухне у нас вообще какой-то трэш. У нас на кухне прям надо вот сидеть и ждать, когда на горячую переключится. Прямо какой-то жизнь, как в Англии какой-то. Прямо хоть смешивай их в раковине. Что там же у них кран, типа, там у них смесители, мне кажется, это либо их вообще нет, либо это редкость, чтобы смеситель был, чтобы смешивали сразу горячую с холодной. Ну, по крайней мере, это то, на что я тоже как-то обратила внимание, когда была в Англии, в Лондоне конкретно. Еще, блин, мне было лет 16, я поехала туда учиться. И у меня даже был влог о том, что я удивилась, типа, что с раковиной не так, почему два крана, почему один холодный, один горячий. Но у них это вот такая вот тема, и они как бы смешивают, там, не знаю, экономят, не экономят, ну, короче. Вот, поэтому, конечно, конечно, к такому надо прям привыкнуть. Я не люблю показываться без макияжа в том плане, что я люблю быть красивой, ухоженной, люблю смотреть на красивую картинку. Вы знаете, это у меня во многом проявляется, хотя я не какой-то там перфекционист, чтобы совсем уж с ума сходить. Но иногда я показываюсь еще по тем причинам, что, ну, блин, все мы люди. У нас у всех есть свои какие-то там прыщички, сейчас, знаете, фигня. И никто из нас не идеален. И я люблю иногда потом, знаете, со временем взять, пересмотреть и подумать, о, нифига, у меня там кожа вот такая, сейчас у меня другая, лучше, например. Вот, надеюсь, что она, конечно, у меня хуже не станет. Сегодня 20, уже 27, уже ночь, уже ноль, уже почти час ночи. Опять у меня режим похуже стал, ну и пофигу. Одни, не знаю, неделя, когда я вставала очень рано. И ложилась тоже рано, вообще до 12, мне кажется. Вырубалась, я не знаю вообще, как то. Я сегодня ходила на коррекцию ресниц, и мой мастер Оксана подарила мне вот такой подарок. Это мыло ручной работы. Вот, ну, правда, не знаю, вот эти ветки от ёлки, они, наверное, всё-таки не из мыла. Я думаю, вряд ли уж они из мыла, но цветочки, там Дедушка Мороз, Снегурочка, Зайчик, я смотрю, это то, что на поверхности. Это точно мыло. Так здорово, так приятно. Кстати, у моего мастера Оксаны сегодня день рождения, 27 декабря. Так что надо тоже не забыть её поздравить. Она тоже козерог, а у меня 28-го, это вообще так здорово. Козерожки, я вас люблю, мы самые лучшие. Я когда монтировала этот влог, да даже не когда монтировала, а когда снимала видео, и мы были на ВДНХ, и я вспомнила про этот, господи, аквариум, да, или как его? А, океанариум. Я вспомнила про океанариум, про то, что у нас там была фотосессия с дельфинами, и вдруг меня осенило, типа, блин, а где вообще все эти фотки? И вы не представляете, я потратила целый час, чтобы найти эти фотки. Я охерела. Я, короче, начала искать сначала ВКонтакте у себя в фотографиях. Не нашла. Думаю, интересно. Потом я зашла к Даше, была виной фотографу. У неё там тоже не нашла. Хотя у неё там много работы она выставляла, кого снимала, ещё что-то, но вот конкретно этих фоток я не нашла. Может, я не там смотрела, я не знаю. Вот, потом я думаю, так, блин, где же искать? Начала искать в своей группе ВКонтакте. Там тоже не нашла. Пришлось залезать в запрещенку, листать в самый низ. И там я нашла две фотки. Просто, понятное дело, в плохом качестве. И я прям просто охерела. Я даже, если честно, не знаю, как быть, но я уверена, что я их смогу найти на компе. У меня теперь, знаете, будет цель просто на 2023 год. Найти старые вот эти классные фотки в хорошем качестве, с лошадьми. Там у меня, по-моему, с ламой что-то ещё было. Мы ездили на аванпост. С дельфинами, блин, да чё такое? Короче, я обалдела. Реально, прикиньте. И в итоге мне пришлось вот вставить фотку, которую я нашла случайно где-то в интернете. Она у меня в запрещенке тоже была, но я нашла её в интернете. Написала, типа, Юля Пушман и дельфины. Думаю, бля, как найти фотки? Ну, короче, нашла вот так, представляете? Думаю, господи, слава богу. Популярности в этой есть хоть какие-то плюсы. Что-то можно про себя быстро найти, забив это там в Яндекс. Получается, уже завтра, раз сегодня уже 27-е, у меня Дере. Я очень рада. Мы купили чёрную икру за бешеные деньги, 250 грамм. И ещё купили маленькую баночку. Я сегодня уже съела два сочных бутерброда, которые мне сделал муж. Первый бутерброд мне делал муж, когда я уходила на ресницы. Второй бутерброд он мне делал сейчас, пока я сидела монтировала. У меня ещё монтировать и монтировать. Я просто делала перерыв, чтобы с вами попрощаться уже на этом, ну, в этом влоге, потому что мне хочется его сегодня выставить, 27 декабря. Не знаю, успею я, конечно, или нет. Просто не хочу внюху выставлять, чтобы там, знаете, мне просто хочется сидеть, комментарии читать, ещё что-то, как обычно. А внюху, ну, типа, не до этого будет. Вот. Я ничего не пролайкала, нифига, ещё что-то забуду. Вот. Сегодня у меня был насыщенный, классный день. После ресничек я сразу поехала на встречу с Кириллом и Аней. Это мои менеджеры, с которыми в этом году мы сделали много классных проектов. Хотя год был такой, ну, как начало года был такой, типа, у-ху, всё, большие планы. А потом, вы сами знаете, и было, как бы, ощущение, что вообще, а получится ли вообще заработать на хлеб, на еду. Но этот год, знаете, меня прям приятно порадовал, потому что я думала, что этот год будет прям очень сложный, будем, ну, жёстко экономить. Встречались с Кириллом, с Аней, просто болтали, обсуждали год, будущий год, обсуждали планы какие-то, уже строить начали. Хотя, конечно, чё там про эти планы их строить? Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему свои планы. Они мне подарили подарок в честь моего будущего дня рождения. Конечно, заранее, типа, подарки не дарят, но это нормальная тема. Поскольку я отмечаю дома, гостей звать домой не планирую, они решили подарить мне вот такой вот браслет. Кирилл с Аней поздравляет меня с днём рождения, который будет через два дня, но мы встретились заранее. Ничего страшного, я люблю подарки заранее, это самый лучший вариант вообще. Так, я уже вижу, что здесь что-то. Я вообще уже даже не мечтаю, ни о чём таком, я уже всё думаю. Так, я так волнуюсь. Ой, так приятно. Я вроде, знаешь, такая не то, что там по прыгушкам, но всегда так приятно. Как здорово! Это браслет, и он такой на каждый день прям, ребят. Блин, давайте, надевайте. Спасибо большое. Причём я обожаю такие, ну, лёгкие вещи, которые каждый день можно носить. Блин, как здорово! Всё, с наступающим! С наступающим! Спасибо! Спасибо большое! Классно идёт. Я вообще обалдела, причём в прошлом году Кирилл и Саня дарили мне серёжки. Тоже от Диор, классные, вот. Но они такие прям на выход, на выход, но не буду же я у них дома ходить. А вот этот браслет, он у меня прям на каждый день, реально. Тут такие милые две жемчужинки по бокам. Ну, короче, такой он прям очень миленький, такой девчачий. И самое главное, что я вот люблю такие браслетики, в которых удобно и мыться, и спать. В общем, прям классный подарок. Очень благодарна ребятам, приятна. Потом, после того, как мы встретились с Кириллом Саней в ресторане посидели, мы со Славой поехали в торговый центр закупаться продуктами какими-то. В итоге, по сути, ничего такого прям не купили, потому что мне нужна рыба, я хочу рыбу купить. Мы купили курицу, из которой я сделаю, какие-то отбивные. И у нас не будет ничего такого прям обалдеть и не стать. Просто обычный классный ужин домашний, типа в компании семьи, там винчик, не винчик, не знаю, что-то такое. Просто посидеть, собраться всем вместе, без всяких там громких вечеринок. Я этого не хочу, я это жду на Новый год. Я прям реально жду. Мне еще нужно завтра будет обработать, точнее сегодня, обработать фотографии на день рождения. Они у меня, в принципе, обработаны. В идеале мне уже надо идти спать, но я хочу прям добить этот влог, хочу его демонтировать, потому что завтра у меня тоже есть планы, дела. Еще надо будет съездить в другой магазин, и я в каком-нибудь влоге вам расскажу про интересное, как бы так сказать, даже не совпадение в моей жизни, а то, что кое-какой промежуток времени в моей жизни, ну лет, всегда происходит какая-то фигня в моей жизни. Что-то сложное, что-то неприятное, что-то тяжелое, психологически тяжелое, морально тяжелое, и это происходит всегда в одно и то же время, ну не в день, понятное дело, а с промежутком в определенное количество лет, и я как-нибудь вам обязательно об этом расскажу. Это, об этом мне вообще сказала астролог, что у тебя каждый столько-то лет, ну типа тяжелый период жизни, и 24 года мои, это был один из тех тяжелых периодов в моей жизни. И я очень рада, что наконец-то у меня исполнится 25, у меня снова будет какой-то промежуток лет, когда у меня ничего такого не должно случиться, но мне даже страшно, потому что то, что со мной случалось каждый промежуток вот этих лет, конечно, ничего хорошего. Это всегда было что-то очень тяжелое, психически, морально, и так далее. Но об этом не сегодня. Как-нибудь расскажу в другой раз. Если вам это будет интересно, пишите в комментариях, потому что это действительно трэш-ап, и с другой стороны в таком, знаете, состоянии, типа, блин, вот потом пройдет столько-то лет, и опять ждать какое-то говно. Короче, я просто рада. Я не хочу устареть, даже по цифрам. Ну как, конечно, это смешно, да? Какая старость в 25? Только вообще жизнь начинается, понятное дело, и слава богу, но просто в любом случае, что там, где 25, там и 30, да, там, где 30, там и 40. В общем, на этом я с вами прощаюсь. Что сказать? Я в запрещенку выставлю в свой день рождения пост. Обязательно вы посмотрите, поставьте мне лайк, что-то у меня там хорошее, может быть, напишите, буду рада, мне будет приятно. Вот. И, конечно, потом, попозже продублирую все также в Телеграм. Так что обязательно на меня подпишитесь. У меня там всегда весело, интересно. Даже сегодня Кирилл мне сказал то, что у меня очень хорошие охваты, ну, типа, там есть с чем сравнивать, что есть люди, у которых прям совсем, ну, упали охваты, и он говорит, у тебя прям все хорошо держится, прям хорошие охваты. И я ему говорю то, что да, конечно, хорошие, потому что у меня там постоянно какие-то разборки, выяснение отношений, кто-то меня в чем-то обвиняет, я должна защищаться, потому что я не позволю, что за несправедливость, типа, что за гадость. В общем, я с вами на этом прощаюсь. Я пошла пить свой чай, который, наверное, уже остыл, монтировать влог, хотя мне так лень, если я так хочу спать, уже почти 2 часа, наверное, ночью, это не надо прям. У второго, это плохо, потому что, наверное, я не успею в монтаже, и, наверное, есть смысл забить вообще болт и пойти спать, и выпустить это видео 28-го. Я не так хотела. Ладно, если это видео выходит 28-го, то спасибо большое всем, кто поздравляет меня с днем рождения, правда. Но я еще в следующем видео вас поблагодарю, что-то скажу, расскажу, не знаю, покажу там, как мы посидели, может быть, может не буду ничего показывать, как мы посидели с семьей. В общем, в любом случае, спасибо большое. На этом я с вами прощаюсь, всех любит, целует, внимает, будьте счастливы, здоровы, и всем пока. Продолжение следует...